Hello guys, с вами как всегда, я Стив Про, и сегодня я хочу поговорить о моде Адани Industrial Craft 2. Собственно, пока что новых версий данного мода нету, но появилось довольно много новостей, которые скопились всего лишь за одну неделю, и я хочу вам их показать. Во-первых, на данном скриншоте мы видим новые вещи, давайте мы их даже рассмотрим. Собственно, с данным модом я знаком очень плохо, но может быть вы здесь что-то поймёте. Я вижу стрелочки, которые, наверное, указывают на какой-то механизм, но, друзья, я не буду ничего вам врать, я его плохо знаю. Кстати, здесь изображён редстоун. Хм, ладно. Давайте перейдём к следующему скриншоту. Здесь мы видим, во-первых, крафт бронзового блока, вот он даже на инвентаре какой-то ещё камень, и мы видим реактор, друзья. Как понимаю, уже добавлен реактор. Ну ладно, отлично, идём дальше. Собственно, друзья, третий скриншот, и на этом скриншоте мы уже видим железную печку, которую разработчик смог добавить. Не знаю, конечно, как она будет выглядеть, но смотрите, мы наверху видим название Iron Furns, то есть железная печка. И здесь он переплавляет бронзовую руду, то есть, как понимаете, всё работает, и переплавляет он новым деревом. То есть новое дерево уже хорошо работает. Ладно, на четвёртом скриншоте мы видим, во-первых, трубы, которые сразу бросаются в глаза, друзья. Не знаю, как их можно пропустить, но сразу видно три трубы. Стеклянная тонкая, какая-то такая зеленоватая и очень толстая розовая. А, он, разработчик, сообщает, что добавил новый блок базальт. Ну, собственно, это обычный какой-то тёмный камень, даже чёрный, хотя нет, наверное, серый. Ну, собственно, друзья, наверное, вы знаете, что это такое, ну, а мне это просто неизвестно. Если же выйдет довольно полноценный аден, то я изучу это всё на Вики, и вместе с вами мы нормально поиграем. Также здесь мы видим в инвентаре провода, ну, они уже были, это я точно помню. И помню вот эти штучки. Ну, ладно, собственно, переходим дальше. Это вот последний на сегодня скриншот. Здесь можно увидеть довольно много всего. Во-первых, друзья, опять же, видим провода. Видно непонятную штучку. Вот, друзья, какой-то даже порох, что ли. Может быть, нефть, я не знаю. И вот ещё какая-то маленькая чёрная штучка вместе рядом с печкой, друзья. Непонятно. Дальше видим кусочек от дерева. Не помню, как называется, но даже как это называлось. Росток дерева. И мы видим, что дерево теперь полностью функционирует, так как из нового дерева можно сделать уголь. Заметьте, что новое дерево переплавляет новым деревом. И мы получаем полноценный уголь. То есть всё работает стабильно. Но меня удивляет вот этот язык. Неужели рабочий данного мода китаец? И это будет довольно печально, потому что перевод мода будет довольно трудным. И я не знаю, как он вообще будет переводить. Но если всё на китайском, то это, по идее, ужас. Но не волнуйтесь, друзья. Мы видим, что здесь написано на английском. Здесь на английском. Ну, собственно, язык мода будет английский. Поэтому насчёт этого даже не беспокойтесь. Ну и, собственно, это всё, что я хотел вам рассказать сегодня. Если вам понравились данные новости вот о таком уже крупном моде, который собрал довольно большую шумиху. Кстати, за месяц разработки, наверное, он уже перегонит скоро мод от Жени Смирнова. Ну, это будет, конечно, классно. То есть, он обгонит Фэкторизм мод, который Женя собирал, наверное, я даже не знаю. Но, друзья, это просто гениально. Ну что ж. Твиттер данного разработчика вы можете найти в описании под данным видеороликом. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Не забудьте поставить жирный-жирный лайк под этим видео. И, конечно, не забывайте подписываться на канал. Ну, а мы увидимся с вами на нашем сервере.